Всем привет! Я рад Вас видеть на канале Дэнни Хэлл. И сегодня я Вам хочу показать, что же интересненького в очередной раз нашел в магазине FixPrice. Так как ребенок сейчас у меня активно собирает пазлы, то взял в магазине вот такой мягкий пазл очередной. За 99 рублей. И в наборе идет шесть вот таких вот пазлов. Лошадь, коза, какой-то зверек, бобр, свинья и лисичка. Некоторые мои знакомые вот такими ковриками застилают пол в детской. Очень удобно. В очередной раз по просьбе своих родных купил вот эти чипсы черные Just Brutal. С бальзамическим уксусом и солью. И со вкусом сладкого тайского перца. Производство Беларусь. 100 грамм стоит 50 рублей. Им очень нравится. Кстати, стоит обратить внимание, что данные чипсы разбирают очень быстро. В предыдущем видео, кстати, я вам показывал, что брал вот такие вот салфетки, так как не было вот таких вот детских. И те и те салфетки стоят 77 рублей. Детские салфетки 140 штук, антибактериальные 130 штук. В моем магазине детские вновь появились, но влажные с антибактериальным эффектом мне тоже понравились. Так что я решил брать для ребенка детские, а для себя взрослым. Фирма Котта. Город Лиепая. Я даже, честно говоря, не знаю где это. Салфетки очень влажные и очень качественные. У нас вот такой вот появился чокопай банан. Фантастическое сочетание насыщенного шоколада и бананового вкуса. 6 штук 28 грамм. Масса нету 168 грамм. Ничего про него сказать. Чокопай и чокопай. Так вот он выглядит. Как по вкусу. Сейчас вот там внутри, как видите, слегка-слегка недолитый шоколадом. Суфле. Аромат и вкус банана чувствуются сразу же после открытия упаковки. Давайте перейдем к следующему моему покупку. У кого-то видел вот такие вот фломастеры с мягкой кисточкой за 99 рублей. 7 штук. У нас они появились только сейчас. Только сейчас я имею в виду, что в июне. Производство Китай. Состав полипропилен, нейлоновая пряжа, нейлоновое волокно, вода, глицерин. Давайте посмотрим, как они их рисуют. Как видите, рисуют они очень хорошо. На конце вот такая вот остроносая кисточка. И вот именно этим они меня заинтересованы. Насколько долго хватит данных фломастеров, посмотрим с течением времени. Давайте перейдем к следующей моей покупке. Вот для своего друга взял вот такую вот книжку от Комсомольской правды. Моя чудесная дача. Пряности на грядке. Стоит данная книжка 50 рублей. Давайте посмотрим, что внутри. Самое интересное, что в моем магазине, там где лежали данные книжки, в упаковке вот такая вот книжка пряности на грядке была только одна. Было много книг овощей на даче, как подготовить землю к посадкам и прочее. Давайте посмотрим, что внутри. Как видите, это том шестой и издательский дом Комсомольской правды. Содержание. Все книги идут вот в такой вот целлофановой упаковке. И посмотреть содержание, и что там вообще нельзя. В общем-то, вот такая вот интересная книжка для дачника с фотографиями посадок и агротехникой. Тут, кстати, есть еще небольшие кулинарные рецепты. Если моему другу такие книги понравятся, то, возможно, я подарю ему что-нибудь еще. Давайте перейдем к следующей моей покупке. Вот такие продолжил покупать. Умные окошки. За 99 рублей. Издательство НДПлей. В прошлый раз я брал буквы и на ферме. В этот раз я взял цветы и формы. Учимся считать. Транспорт и в лесу. Выполнены все эти книжки из плотного картона. Внутри нас, вот в лесу, ожидают вот такие вот животные. И в окошке нас ожидает... Давайте посмотрим, где живет Белка. Белка у нас живет в Дуполе. Точно такой же транспорт. Учимся считать. Цвета и формы. Давайте перейдем к следующему. Вот появились вот такие вот у нас книжки. Называется это Первая книжка. Издательство. Профпресс. Взял то, что было в наличии. Лесные животные. Животные джунгли. И экзотические животные. Выполнены также из плотного картона. И что мне нравится у Профпресс. Вот в таких вот книжках не рисованные персонажи, а фотографии животных. Ну, например, как здесь. Заяц, ежик. Панда. Ягуар. Стоят такие книжки 55 рублей. Еще я решил продолжить покупать вот такие вот веселые раскраски для малышей. За 55 рублей. В этот раз взял машинки. Вот здесь вот такие крупные рисунки машин и остального транспорта. Тоже издательство НДПЛЭЙ. Также продолжил покупать вот такие вот развивающие альбомы с наклейками. За 77 рублей издательство Стрекоза. В середине нас ожидают крупные наклейки. И идут вот такие вот задания. Также продолжил покупать раскраски с красками. Здесь краска внутри. Издательство также Стрекоза. Стоимость 77 рублей. Мы уже разобрались, что вот это вот как раз краски, которые идут в комплекте. Ну, а это, соответственно, рисунки. Это выпуск 2. Закончу я свой обзор с Экспресса. Я вот таким детским журналом. Синий трактор в лесу и в огороде. За 77 рублей. В комплекте 125 многоразовых наклеек. А также различные задания. От синего трактора. Детям, которые очень любят синий трактор, я считаю, данную книжку нужно взять обязательно. Ну, вот и всё. Если понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем спасибо. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok